Пики и баны сделаны, как раз будут веселые 3 минуты, самые интересные, самые наши любимые. Приветствую всех, друзья, кто смотрит записи, и в лайве уже 330 человек набежало. Вот, тут я, к сожалению, жду письмо, не могу закрыть эту вещь. Так, а что, ну, про баны и пики я уже все рассказал, на топе теперь давайте предметно. Малфит против Ренектона на топе. Ренектон хорошая вещь против Малфита. Это, как вы помните, недавно как раз писал видео по этому каменному парню. И плюс Ренектона в том, что он постоянно с кушкой будет отхиливаться. То есть здесь кушка Ешка, а здесь кушка отхил. Вот, такие проблемы. И к тому же можно скакануть от ульты, даже когда у вас нет флэша. Но тут нужна очень хорошая реакция, на самом деле, чтобы прыгнуть этим Геннадием. Ну, в итоге посмотрим, что будет. Интересно, будет ли Малфит придерживаться моего стиля игры или нет, и как на это все среагирует Ренектон. Это все интересно. На боте. На боте у нас стоит МФка плюс Тарик. Причем, смотрите, два хила. Это вообще какая-то жесть, учитывая, что на боте... Не, на боте, кстати, Игна, это нет, так что нормально. Ну, смотрите, минус двух хилов, особенно хила у Тарика, в том, что, во-первых, Тарика вряд ли будут фокусить из-за того, что парень явно бронированный. Ну, и кто хочет с голубым-то, в принципе, связываться? Все будут бить в основном МФку. А получается, что хил ее будет лечить наполовину. И при этом еще, когда же один хил на вас висит, еще он ослабляется. Короче, этот хил будет просто, как, знаете, как выпить баночку, один глоточек такой, вот один, там, не знаю, там, одна десятая часть полного оборота. Очень неэффективно, стоит взять, например, какой-нибудь Игнайт, либо ЦВ, либо Флэш. Три варианта. Игнайт, Икзост, очень хорошая вещь, такая пробивная, но МФ все-таки герой, не тот герой, который убивает сразу же, то есть, как Грейс, например. Так что, хорошо бы здесь либо ЦВ, либо Флэш, то есть, вместе с Флэшом хорошо инициировать сражение, и, то есть, это еще плюс один в копилку ваших командных умений, вот. Вместе с ЦВ, ну, сами понимаете, у вас есть такое стратегическое преимущество. Вы видите, когда враги берут на Шора, вы видите, когда вас гангуют, ну, и так далее. Тут уже смотря от чего отталкиваться. А вот этот вот хил абсолютно ничего, к сожалению, не дает. Ну, что же делать? В принципе, конечно, это важный аспект, но не на таких вещах строится игра на таком уровне. Турнир проводит Федерация компьютерного спорта России, за что и, конечно же, спасибо, что взялись, ребята, за лол. На взялись и не за лол, потому что старые добрые старкрафтеры и варкрафтеры тоже подсели на Лигу Легенд, поэтому ребята обратили внимание на эту замечательную игру. А, сейчас мне надо будет поменять разрешение, чтобы все было ок. Ну, смотрите, сейчас вы будете видеть всего лишь часть моего монитора, но когда загрузится игра, все будет хорошо, так что причин волноваться нет. Нет, можете не бежать пока за валерьянкой. Здорово, Рустам. Как мне быть? Ну, тут у нас есть большое количество стримеров. Каждый стример читает комментарии. Ты смотришь модули, кто тебе нравится, пишешь ему там, привет, Вася, давай дружить. Я хочу с тобой комментить, я такой-то клевый. Желательно еще, наверное, чтобы ты записал просто какой-то аудиокомментарий к реплее, например, потому что он не требователен к железу. Если ты реально, одним словом, хорошо комментируешь, то ничего тебя не остановит. К дябле положительно отношусь, но меня уже не тянет почему-то играть в RPG-хи, на самом деле. То ли реал лайф затягивает, то ли что, но в RPG вот, ну, не хочется подменять, одним словом, реальность такую живую, человеческую на виртуальную. Лолд совсем другое, зашел там. А, у меня, оказывается, здесь все и так настроено, так что я зря паниковал. Вот, то есть не хочется променивать на постоянку такую реальность, на другую. Вот, но тем не менее игра, я смотрел стримы, игра действительно добротная, хорошо сделанная. Так, ну все грузятся, но тут-то, в принципе, для нас особо никакой интересной инфы нету. Мы уже три минуты и так могли за ними наблюдать, любоваться. А, ты уже решил, кто победил в конкурсе на викторине? В конкурсе на викторине? А, ну да, я решил, сегодня, да, будет викториной. Я уже не помню, кто конкретно победитель, но он получит рп-шки. И сегодня мы будем с вами смотреть отрывок видео, и вы будете угадывать, что произошло на этом видео, соответственно. Ну, точнее, не то, что угадать, что произошло, я задам вам по нему один вопрос по этому видео. И тот, кто первый правильно ответит, получит рп-шки. Это, по-моему, лучший вариант из всех предложенных, потому что предлагали в основном бред. Предлагали, а давай ты в своей викторине задашь 10 вопросов. Вот, ребят, вам интересно сидеть и отвечать на 10 вопросов. О, белый малфит, ну он самый, а не, не самый дешевый, есть еще зеленый, он был дешевле в свое время. Заодно посмотрю на белый малфит, хотел его покупать. Ну, что-то такое же, как обычный, только белый, на самом деле текстуры перекрасили. Ладно, ну, Витек, Витек, как обычно у нас начинается своим первым артефактом, который дает там АП с левелом, да, вроде как. Плюс 3 АП за левел, текущий бонус 3. Его можно улучшить, его нельзя выкинуть. Ну, интересный герой с особой механикой, к сожалению, его не распробовали. А у Риотов сейчас, видимо, так много проблем, что не до того, чтобы решать вот такие вопросы. То есть, если Евелину они сознательно занерфили, потому что не знают, как еще решить проблему этого героя, то с Витьком они тоже как-то его не усиливают, в итоге парни не берут. Ну, буквально, знаете, там надо плюс 10% к дамагу его скиллов сделать. Так-то герой неплохой, на самом деле. Ульта у него слабенькая, ульту как-то улучшить. Ну, например, ульту, вот смотрите, ульту Виктора с картусом, который там может на всей карте ситуацию переломить, там, через всю карту. Да, у меня солнце просто... Солнце дает мне минус 10 к пониманию того, что происходит на экране, но скоро оно скроется за домом, надеюсь. Потому что это не повышает скилл комментирования. Мы видим, что парни уже ставят здесь вар, то есть сейфовая такая тема. Во-первых, он позволит понять, с чего начинает Олаф. Не попробует ли он зарашить бот с красным бафом, например. Во-вторых, он позволит, ну, не позволит здесь ребятам как-то ворваться куда-то на синий. Ну, короче, такой многофункциональный вард, который платите за свое спокойствие. 75 голды, и ваши нервы не напрягаются. Здесь аж совершается ошибка, КС-1 пулит волков. Как известно, пулить волков не надо вообще. То есть должен Олаф, ну, джанглер, первый бить волков. Соответственно, тогда КС-1 не получает никакой дамаг, а Олаф быстрее джанглит. Вот, все равно ему ХП особо не сносит, так как КС-1 потерял 200 ХП, он мелочь, но неприятно. Это один бутылек. Считайте, что он с двумя бутыльками, а не с тремя пришел на лиде. А учитывая, что он сейчас не торопится присосаться к горлышку, его еще и убить могут на самом деле. Ну, то есть, что это такое, где там его ХП? 350 ХП, ну, это шутки какие-то. Это какой-то Игнайт там. Игнайт на 18-м левеле. Просто кинул, и КС-1 сдох. К счастью, КС-1 сейчас первый левел. КС-1, смотрите, уже кидает метку, хотя обычно не рекомендую тратить за КС-1 ману на первом уровне. Блин, надо что-то сделать занавеской. Буду внимательно также смотреть. Сейчас, подождите, давайте занавеску подвину, а то реально, реально скилл падает, скилл комментирования не растет. А, смотрите, у Дир здесь красный баф забирает. Вот, он отвел красный баф. Видит, что Олаф рядом, то есть, ему бояться нечего. Сейчас, секундочку. Лучше не стало, но, по крайней мере, я спокоен, сделал все, что мог. Так, все, у Дир забирает красный, во-первых. Во-вторых, еще и Олаф оставляет монстриков, и теперь красный Олаф не получит. Вот такой вот интересный вард. На боте пока все спокойно. Единственное, что... А, да, даже зеркально абсолютно. То есть, поставили здесь два варда, два удара нанесли по варду. Малфит уже тратит манну. Малфит сапогом. Пока по моей страте. Одним словом. Что сапогом. Очень много вардов. Уже три варда стоит от верхней команды. Но, как я уже говорил, когда вы сильнее по скиллу, надо, главное, подстраховаться от мелочей от каких-нибудь. И они вот от этих мелочей подстраховываются. Олаф убил маленьких монстриков, и теперь красный баф когда-нибудь заспавнится, по крайней мере. Но, я так понял, это Тру Олаф. Я на форуме видел картинку. Тру Олаф, Джангл, Тил Зен. То есть, у него ноль киллов было на протяжении всей игры. Ноль киллов, ноль смертей, ноль ассистов. И победа при этом. Так, ну, видим, что Геннадий тут агрессивничает. Ну, Малфит зря вот здесь оставался в куче крипов. Он уже потратил манну. И к третьему левелу, к сильной кушке, уже ему особо ничего не сделать. А у Геннадия, давайте посмотрим. У Геннадия еще и руны на МДФ есть. То есть, у него... А, здесь не показывает. А, вот, можно Ц-шку нажать. Все равно не показано, сколько у него было изначально. Ну, короче, у него синий на МДФ. Здесь, кстати, драка крокодила с Олафом. Приходит сюда еще и Удир, не забывайте. И Удир флешается, бьет, пытается убить Олаф. Олаф, естественно, пытается убежать. Но его уничтожает. Он развернулся, пытался что-то сделать. Но шансов нет. Это в этот момент на боте убивает МФ, он отфлешивается. Три миллиона хилов было использовано. А ХП-бар, как-то, видите, не сильно увеличится. То есть, два хила было прожато. А что в итоге получилось? Даже три хила, учитывая вот этого голубого товарища. Да, тяжело давят, давят на нижнюю команду. Играют здесь до одной победы. То есть, сражение этих замечательных игроков, по крайней мере, одной из команд, мы можем увидеть только один раз здесь. Витек попадает у нас бластером. За что получает кушку. Вот этот вот зуб, на самом деле, который щит дает, очень неплохая вещь. Он и больно дамажит. И главное, что это не скиллшот. И щит еще дает. То есть, когда вы... С магами всегда же подходит, происходит какой-то размен ударами. То есть, вы подошли, сделали какой-то спелл, и он подошел. И вот если у него щит успеет активироваться... Опа. Так, это не те люди, которых я ищу. Врыв Касадина, но... Сейчас Касадин рано, хорошо отфлешился. Потому что есть такая бесячая особенность у Дира. Он... Ну, вы флешитесь, а он успевает вас ударить. Хотя вы в другом месте. И вы за километр от него стоите в стане. Я... Два раза меня так кильнули. Я это поэтому запомнил очень хорошо. То есть, когда вы видите у Дира, сразу же нажимаете на F. Даже если вы к врагу приблизитесь, плевать. Вы все равно сделали все, что могли. Ну, реально неприятная особенность. И видите, что Олаф здесь боится заходить в чужой лес. Правда, он готов гангать Витька. Витек сразу же обходит, но проблема в том, что Касадин никак поддержать не может. И здесь Витек просто кайтит его, бегая туда-сюда, ждет подхода у Дира. Но Дир, правда, подходить и не думает. Ну, в итоге Олаф, он удоел туда-сюда бегать, и он свалил. А в этот момент у Дира идет гангать бота. Здесь будет минус Тарик. И Тарик это эскейпов. Нет-нет, все-таки они решают ворваться в МФку. МФка это свой флэш потратила, видимо. Да, это минус МФочка. Ну, да, они там не только 3 хила потратили, но еще и флэш. Поэтому МФка не смогла здесь спастись. Несмотря на то, что, по идее, у нее флэш, да, вот должен был быть. Так-то, по идее, если был бы у нее флэш, стоило бы убить Тарика. Они бы его тоже убили. Как я уже не раз говорил, на боте, на самом деле, особо без разницы, кого убить. Потому что, если вы убиваете... О, солнце спряталось, я теперь могу нормально комментировать. Если вы убиваете саппорта, то РДД чаще всего тоже вынужден отходить. Правда, СМФка под Тавркой может как-то постоять. Так, Олаф не унывает. Правда, он прошелся по ворду, и сейчас его встретит у Дира Крокодил. Вот, но он все равно не унывает. Его зажали с двух сторон, он не знает, что делать. Он в легкой панике готов врываться в Крокодила, но его станет, убивает. Малфит тоже пытается подойти, но на самом деле, все равно ничего не получится. Геннадий подскакал туда-сюда, но последний удар все-таки нанес у Дир. И у Дир еще так, спасибо, что привел меня сюда. То есть, так, не отходя от кассы, фармит. У Малфита как у нас дела? У Малфита надо вначале очень хорошо фармить, потому что... Опа, так, действительно, зачем я нажимаю ТАП? Малфит 20 мобов, слабовато, конечно, у Крокодила 30. Малфит надо вначале очень хорошо фармить, чтобы поскорее взять ботинок на Пенетру, чтобы на шестом у вас была возможность делать килл. То есть, ботинок на Пенетру, во-первых, седьмая минута, и поэтому у Дир подходит к вражескому синему бафу, потому что косадину синий давать нельзя. Вот этот вот парень, который играет на косадине, самый сильный в этой команде, и поэтому его, соответственно, на него пытаются давить. Потому что, представьте, вдруг он возьмет синий баф, начнет убивать друг Виктора, например, и вот он уже кусает его. Вот, и мало ли что может получиться. А здесь самого сильного игрока лишили хорошего и приятного бонуса. Вард, первый вард, который здесь стоит, вот, ребят, с нижней команды. По-моему, вообще первый вард, который они за игру поставили, вам так не кажется? Так, здесь, кстати, врыв косадина, и Виктор его добивает облачком, вот эти вот молнии туда-сюда. И главная еще обидная тема, что косадина еще кучу крипов вот этих всех потеряет. И, смотрите, башня нещадно бьет монстров, просто уничтожает их пачками, тоннами уничтожает, а КС-1 все это не получит. Зато приходит сюда Олаф, Олаф четвертый уровень. Теперь, ну, Дир тот синий баф себе забрал, этот синий баф он отдаст Витьку. Кстати, на боте, смотрите, на боте произошла экзекуция, МФ-ка очень далеко отошла, хотя могла просто подождать, пока крипы подойдут к ней, потеряв двух крипов. Но эти два крипа были для нее важнее, видимо, ее жизни. Ну, по крайней мере, так в итоге и получилось. МФ-ка как-то терпит, пока не удается мой сноубол в ряд. Хотя, вот видите, кушка замаксена. Все на боте максят Ешку, я вот предпочитаю именно кушку, потому что она издалека позволит вам размениваться по ХП. Вот здесь, ну, с Ешкой, конечно, намного проще отпушивать крипов, но зато кушка позволит вам несколько дополнительных раз врага фигануть по лицу. Ну и так, видите, он отпушивает более-менее. Восьмой левел. Что там по деньгам у парня? Давайте посмотрим. Надеюсь, там никого не убивает, пока я засмотрю, что с деньгами. Так, мешочек у Малфита в данный момент. 1200 монет. Давно уже пора на базу. Ему, на самом деле, надо где-то 800, там, 20-30 голды для того, чтобы купить ботинок на пенетру и несколько бутылок на ману. Это все, что надо Малфиту для убийства. Ульт игнает бутылки на ману и ботинки. Здесь забирают дракона, поставив антиинвизный вард, но вражеских вардов здесь даже в принципе нет. Хотя Тарик почувствовал, что это неладное, идет вардить. Я заваржу дракона. Ну, тут на самом деле он мог бы здесь и остаться. Я не знаю, что здесь Тарик остается. Он, может, подумал, что смайд взял. Ну, не знаю, он... Какие-то наклонности к мазохизму, мне кажется, у этого Тарика, потому что он взял, остался и умрет из-за этого. То есть, либо он перепутал себя с джанглером, либо он реально мазохист. Потому что он сделать ничего абсолютно не мог. И Виктор здесь, видите, лазером попадает по КС-1. Вот есть некоторое преимущество в этом плане у Виктора. Смотрите, Ешка замаксена, а не Кушка, видимо, потому что Виктор часто юзает пылы, и поэтому часто спелл этот будет заряжаться. Вот, Виктор редкий герой, поэтому к нему не привыкли от этого лазера уворачиваться. Это довольно уникальный спелл, то есть, похож чем-то, ну не знаю, на метеорит инвокера из доты. Что у нас еще в лоле такое есть? Ничего-то даже в голову пока ничего не приходит. Ну, я думаю, вы сами вспомните, вы молодцы же. Так, эскейп, я зачем-то нажал. Это еще от старого в серверсмода было. Раньше была такая тема. Здесь, кстати, МФ-ку пытается в очередной раз убить, но у нее есть флэш, она выживет. Раньше в об серверсмоде была такая вещь, ты кликнул на героя, и все, ты будешь за ним следовать, пока эскейп не нажмешь. Это еще в турнирном клиенте было в особом. Сейчас, к счастью, Риоты этот бред исправили. Вот, здесь видите, ботинок на Пинни Тру, и я могу с гордостью, с гордостью заявлять о том, что парень смотрит мои воды. Вот, и смотрите, что жизненные силы крокодила так подтачиваются, единственная линия, где возможен какой-то успех. Вот, единственное, что он бутыльков на манну не купил. Вот, смотрите, он реально, правда, он сейчас кушкой в крипа попал, но ничего, это не важно, давай, тащи. Я уже, вы уже знаете, за кого я буду болеть, естественно. Правда, приходит этот дождевой. Пони, и все портит. Олаф тоже пришел, типа, я здесь, давай, друг, я у тебя даже крипа состеляю в знак особого расположения. Так, на боте пока ничего нету. Здесь тоже все спокойно. Видите, вот, Малфит часто юзает ешку зря, не купил бутылки на манну, а так парень все правильно делает, то есть ботинок на Пинни Тру, кольцо, и он чемпион. Крокодил чувствует же себя мощным парнем. Вы здесь смотрите, вот, взяли, убили крокодила. Все, до свидания. Вот он, Малфит. Ну, здесь, конечно, крокодил сам виноват, он, во-первых, и ульту не прожал. Ну, правда, в воздухе ульту не прожмешь, но, с другой стороны, он видел Олафа. Вот он, знаменитый бурст. И главное, что здесь не прожат Игнайт, потому что у Игнайта КД 180 секунд, у ульты 120. Поэтому еще одну минуту после того, как вы использовали Игнайт, вы дополнительно, ну, дополнительную минуту у вас будет ульта, но не будет возможности, скорее всего, убить врага в одиночку. Олаф уже почувствовал силу, приходит, пытается убить Виктора, но в итоге отдает ему килл. Как-то очень несуразно получилось, но зато здесь есть Малфит. Я вот выражаю этому человеку респект, он реально пытается тащить. У него это единственный килл, ну, его, правда, Олаф состелял, но это неважно. На самом деле Малфит молодец. Счет 1-7 по деньгам тоже все почти в два раза здесь ребята опережают, но главное здесь есть сильный Малфит. На остальное наплевать. Давай, парень, ты сможешь затащить игру. Ну, проблема в том, что Малфит слабоват. В лейте, конечно, и один он команду вытащить не сможет. Вся надежда на Флейн. Если ваши союзники фидят, конечно, сложно что-то сделать. Потому что иначе у нее были бы проблемы. И Тарик тоже спасается. Все правильно сделала МФ. То есть, с одной стороны, кому-то, может, показалось, что он от флэшера потратил. Парень показывает, что он может досекать время в очередной раз, приходя на синий баф, в очередной раз КС-1 его лишая. Но на самом деле, возможно, он Виктора лишает этого бафа, потому что КС-1 по КД умирает от Виктора. Так, здесь снова Малфит вот у нас остается. Ему, конечно, хорошо было бы закупиться, сходить за бутыльками на манну. А так, получается, крокодил пользуется тем, что у него манны нет. Он по КД убивает крипов, поэтому сейчас Малфиту, если пойдет на базу, то умрет. Здесь, кстати, смотрите, отталкивают Тарика. Еще одна ракета и даблкил от корки. Здесь давят. Давят бедный белый кусок камня. И сломали мраморного Малфита. К сожалению, он погибает. Минус три героя сразу в этой команде. Еще и КС-1 эти снят. Сложно, сложно, ребятам. Что я могу сказать? То есть, не забывайте, за Малфит тоже надо, да и почти за любого героя. Особенно, когда у вашего противника есть АОЕ. Два АОЕ. И, к тому же, когда у него нет манны, а у вас есть. То есть, надо вовремя, главное, отойти. То есть, вы были здесь, отошли, и у вас на базе буквально там минус 150 золота к тому, что если вы стояли под тавркой, а здесь вы потеряете кучу опыта и кучу золота. Так что вот. Очень важная вещь. Надо знать, когда бэкатся. И вот здесь для КС-1 тоже нужно сейчас знать, когда бэкатся. Вы видите, что это какой-то танковый КС-1. Собирается Доран с кольцом и Рубик Ристал. Ни о капле не может быть и речи, потому что денег на это нет. Надо укрепляться. И здесь снова ребята подходят... А, не, Олаф. Олаф пытался поиграть во вражеского джанглера, состилить. Рано он врубает ульты. Буквально вот весь замес почти он без ульты будет. То есть, сейчас уже он без ульты. Его забирают. И дракона пока еще нет. Есть только синебаф. Синебаф сейчас отдадут. Алистарт отправляется на базу для того, чтобы творить свои черные дела дальше. Посмотрим, что купил у нас Малфит. Да, это начало Санфайра. Тоже узнаю знакомую вещь. Ну, армор ему сейчас нужен. Конечно, хорошо бы пояс купить в такой ситуации, на самом деле. Просто для того, чтобы крокодил вас не убил. Вы его раньше с прокаста замочили. И бутылки на ману даже есть. Ну, Малфит. Молодец. Что я могу сказать? Еще очень хорошо в таких ситуациях, когда у вас нет возможности убить героя на топе. Ну, крокодил, сами понимаете, он с ультой. У него там больше хп. Вы приходите на мид и убиваете. Вот сейчас, смотрите, он идет. Варда нет. И он может спокойно вместе с Касадином убить Виктора. Вот, опять-таки, тоже узнаю знакомую тему из видео. Тем более, здесь синий баф. Смотрите, сейчас. Правда, Касадин врывается. Врывается и Малфит. Но, к сожалению, он не попадает ультом Виктора. Но Виктора все-таки здесь, скорее всего, убьют. Мочи с руки. Давай сейчас, Кушка. Кушка, прыжок. Пытается всеми силами. Но Виктор выживает. Кушку кидать, друг. Кушка, ешка. Давай. Оп, оп, оп. Е-е-е. Шатдаун. Вот просто ради этого стоило играть. Он, к сожалению, не попал Виктора ультом. Иначе он бы спас еще и своего Касадина. И Виктора бы легко убили. И сам бы выжил. Но все равно. Главное, это шатдаун. Это второй килл. И Малфит может с гордостью сказать, что, ну, парни, ну, как бы тут все киллы только со мной делались. Зачем вы здесь? Вот, пофидить пришли, что ли? Олаф подходит фармить. И Крокодил такой даже думает, а боятся мне этого Олафа или нет? Анстапа был, кстати, на боте. Но здесь уже можно даже, я думаю, не смотреть. Здесь все довольно по стандартному сценарию. Есть флеш у МФК, она спасается. Нет флеша, она идет далеко фармить и умирает. Но из плюсов у нее счет 0-3-0. И за нее дают не так много денег. Удир реально поселился во вражеском лесу. Я, на самом деле, если бы у меня лежал где-то там в стороне от меня мой мобильник, и рядом проходил бы этот Удир, я бы, на самом деле, свой мобильник все резко в карман положил. Потому что парню нельзя доверять ничего чужого. Здесь Касадин как-то его преследует. Но верный вертолет и бык подходят. Готовы защищать. Крокодил здесь скачет, что, видимо, он хочет поскорее сломать таворку. Малфит тоже подходит, помогает команде. Это очень гранатная тема. Они, конечно, все по варду проходят. Но сейчас драконы. Сейчас реально можно частично переломить исход сражения. Ульты, правда, нет. Вот нет ульты. По крайней мере, они отгоняют ребята дракона. Приходит сюда Касадин, но он не знает, что особо ему сделать. Вот. Но в любом случае здесь их 5 на 4. С другой стороны, Ринектон сломает сейчас одну таворку. И будет ломать вторую. Ждут ульты Малфита. К сожалению, у Малфита нет никакого КДРа, нету синего бафа. Был бы у него синий, но у него бы уже был ульт. А там, на самом деле, в эту толпень флеш-ульт делаешь. И четверо подлетает туда. Ну, сами понимаете, только Касадин. Ешку кидает туда. И МФка стреляет. Олаф, ну и так далее. То есть, это 4 халявных килла и дракона. Несмотря на то, что вы проигрывали весь матч, вы получаете, не знаю, 3000 монет. Вот просто так, с того ни сего, вы получили 3000, там, 3500 монет. А это Малфит ультанул. Вот такие вот вещи бывают. Но, к сожалению, ульты у него не было. И он не смог сделать комбо-флеш-ульт. И Малфит сейчас зачем-то уходит. Не, не зачем-то. Он идет дефить эту таворку, на самом деле. Потому что Крокодил не прощает. Оставляет своих союзников 4 на 4. А 4 на 4, естественно, у нижней команды шансов никаких нет. Ну, то есть, здесь противоречиво, на самом деле. Хорошо было бы сейчас подраться. Тем более у него сейчас ульт есть. Но, на самом деле, зря он ушел. Потому что, хотя бы, победить у них в любом случае вряд ли получится в этой игре. А так, хотя бы они выиграли тимфайт. Отдав бы вот эту таворку. Потом, ну, тимфайт был бы довольно быстрым на таких этапах. На хп особо никто не затарился. Ну, смотрите, здесь на бурст. Там, ну, и так далее. Здесь там тоже. Хотя, хп и есть более-менее у всех. Но, в любом случае, за место долго не длятся. И, в итоге, пацаны не знают, что сделать. Но, зато, ловят отличный бластер. Очень в нагло КС-1 прыгает. Вынужден отфлешиваться оттуда. Бык подкидывает всех. Виктор пытается что-то сделать. Кидает стан. Тарик замораживает и сразу же сдувает. Приходит уже на этот раз Трениктон. А Малфита нет. И битва проходит в формате 5 на 4. В сторону верхней команды. Смотрите, Алистар рубает ульту. Врубил мужика. На самом деле, он не ульт здесь врубил, а мужика. Такой, я сейчас всех убью. Малфит подходит. Но он подкидывает абсолютно не тех, кому надо делать. Тем более, он здесь один. Тем более, команда не поддержит. А у МФки, небось... В итоге, шансов мало, но все равно. Зато у них есть крутой Малфит. Так, ну в любом случае, на самом деле, кто-то может подумает... Кто-то может подумает, что ребята там позорятся или что. На самом деле, они уже молодцы, что они пришли на этот турнир. Что они смогли собраться в пятером. Что они не просто гоняют какой-нибудь нормал, а играют на турнире. Это очень важно на самом деле. Потому что, если, конечно, у вас нет истеричек в команде, то турниры это очень хорошо. Они позволяют вам, во-первых, осознать ваш реальный уровень. И, соответственно, либо захотеть тренироваться, либо подзабить на лол и больше уделять время реальной жизни. В зависимости от того, что вы, в принципе, хотите и что у вас получается. Во-вторых, на турнире вы узнаете что-то новое. То есть, возможно, кто-то Виктора захочется вот так, Виктором так же играть. Кто-то вот увидит, что... Олаф, например, поймет, что очень полезно вражеские синие воровать. Олаф с ботинками на ярость. Яростный Олаф. Тарик здесь такой подходит. А, нет, есть Малфит. Так-то я за Тарика бы даблки и ульт прожил, на самом деле. Поэтому я не играю за саппортов. Поэтому мои друзья не любят, когда я беру саппорта. Потому что, ну вот, просто так руки тянутся. Смотрите, Тарик почти даже скилл и правильно раскачивает. Ну, конечно же, надо W на максимум. Но, с другой стороны, ну, стан на один. Ну, так-то, в принципе, все неплохо. Что я могу сказать? Вот, ну, конечно, если у вас есть в команде морально нестабильные люди. Ну, надо, во-первых, задать вопрос, нужны ли вам в команде такие морально нестабильные люди. Ну, а во-вторых, на турнир тоже играть не стоит. Потому что начнется флейм, ссоры, споры и так далее. А так полезно играть. Если вы все морально стабильны, то... Два ворда, прямо стерео, стерео вижн. Если у вас все в команде стабильны, то турнир это полезно. Алистар идет фейс-чекать. Малфит не был готов, и в итоге Тарик застанил его первым. Но здесь у Дир сломает два ворда, получит 50 монет. Тоже неплохо. Тарик у нас с философером, кстати. Ну, учитывая... Опа, как лазер здесь прошелся по ребятам, и они реально не знают, что делать. Малфит хочет там что-то сотворить, пытается убить Виктора. Ну, хотя бы одну цель выщелкнуть, но ничего не получается. МФ-ка неплохо так отстреливается. Но, на самом деле, слишком у него сейчас мало дамага. И сейчас будет минус МФ-ка, минус Тарик, и это конец. То есть, можно либо забрать Нашора, либо запушить, может быть, даже до конца. Не, не до конца. Ну, в принципе, вот сломать сторону, по крайней мере, можно. Это Эйс, и сейчас, ребята, скорее всего, уронут Нашора по скрипту. Хотя, можно добивать. Ну, на самом деле, если это был бы важный турнир, и надо 100% выиграть, то, конечно же, надо бежать на Нашора. Но так-то, в принципе, учитывая, что у них преимущество, можно не затягивать просто. Но, с другой стороны, они в телевизоре, что им заканчивать-то? Мама, я в телевизоре, я не хочу, чтобы матч заканчивался. Я хочу, чтобы лето не кончалось. Так, ну, забирается здесь, естественно, Нашор, но в пятером-то это сделать несложно, алистатом. Здесь, кстати, вот корки, стринька, прям вот новая тенденция. Хотя, вроде, героя не супер как меняли, а вот стал популярным благодаря своему бурсту. Возможности убивать на бот-лайне. Знакомые темы. Раскачка скиллов, то, что вообще не качает W, потому что обычно Малфиту W на 1 берут. Так, ну что, у нас Витек со шляпой, 450 АП, благодаря вот этому улучшенному посоху. Видите, он 45 АП дает и 42 еще за счет левела. Неплохо так. То есть, 90 Абилити Пауэр с одного артефакта, который еще и ваш спелл усиливает. А он усиливает что? Десрей. Десрей это вот этот лазер, да, небось? Да, лазер здесь усилен. Или хотя бы, подождите. Пауэр Трансфер, да, это лазер. Наши, точнее, не то, что наши, нижняя команда. Я всегда болею за слабейших, у меня есть такое свойство. Хочу, чтобы... Потому что, если более слабая команда начнет выравнивать ситуацию, значит, матч становится более интересным. Так, ну и поэтому нижняя команда вот сейчас подошла к Нашору, увидела, что никто из земли не торчит и делать им там нечего. И вынуждена была отойти на базу. Ну, а верхняя команда сейчас будет пользоваться Нашором, будет пушить всеми силами. 155 мобов у Крокодила Гены, кстати. А здесь только Малфит хорошо фармит. Стальных проблем. Ну, КС-1 никогда особо фармом не отличается. Потому что все-таки Милишник против Ринджана Ленис. Смотрите, как по Олафу лазер прошел. Ну, у него 41 МДФ, конечно. Что ему еще хотеть? Он такой, как мужик, такой, я топор как кинул. Так, Олаф сразу же ультует, чтобы ничего страшного не произошло. Врывает сюда Гена, все танкуют, прям между двух таворов врывается. Опа, что за Олафом-то? Олаф, вы мне показываете. КС-1 также уничтожает, Гена танкует. Но сейчас он вынужден отходить. Ту таворку уже танкуют крипы. И минус последний герой, который здесь вообще оставался. Ну, Олаф просто как герой опять-таки убежал. Ломает ставорка. Никого не потеряли здесь, несмотря на дикий дайв. Алистар еще стоит и получает удары от башни, показывая, какой он мужик. Вот, подождали здесь все-таки крипов. Какие-то подлаги непонятные, мне они не нравятся. Надо звук что ли отключить. Сейчас, кстати, давайте я реально звук отключу, чтобы не было беды. Вот сразу все получше стало. Так, ну что, ребята сейчас могут просто сломать трон. Точнее, Nexus. Так, ну они отступают все-таки. Они хотят закупиться. Я не знаю, им нравится процесс этой игры. Им нравится сам процесс, видимо, победы. И сейчас здесь будет сломана вышка еще. К тому же, можно даже без крипов ее забрать. Ну что, вот Удира пусть танчит. У тебя Удира 89 армора, но с черепашкой все равно все окей будет. И Малфит такой подходит. Я с криками, я вся горю. Просто он купил фанфаер. Здесь трап стоит от Виктора, чтобы если кто-то подошел, был замедлен и остановлен. Ну что, они получили большое количество денег. Можно, в принципе, отступить. То есть, они сломали три таверки. Это больше двух тысяч монет. К тому же еще дракон здесь. Ну, такое чувство, знаете, что игра на миллионы. И они ни в коем случае не хотят совершать ошибку. Просто до последнего тянут, чтобы, ну, точно уж никак под таверки меня... Хотя, на самом деле, в дайв под две таверки внутрь не похож на сейфовую игру. Но матч они заканчивать не хотят. Корки по стандарту, видимо, соберет... О, не, он собрал Бладфестер. Вот это, на самом деле, я считаю, более мощная тема, чем... Так, и броньку он берет, видимо, будет здесь атма. Вот, ну, то есть, Бладфестер, конечно... Лично я считаю пополезнее, чем... Чем инфинька на этого героя. Ну, потому что, видите, скейл от АД. Скейл от АД. Вот, а Бладфестер при своей невысокой цене дает большое количество атаки. И при этом Корки не так часто умирает, поэтому Бладфестер у него почти всегда будет настакан. 100 атаки за 3000 монет. Это очень хорошая вещь. Ну, криты это, конечно, тоже клево, но... Иногда приходится чем-то жертвовать. Правда, у Корки Стринька есть дополнительный крит-шанс. Там сколько? 15%, да. Ну, все по 30, а вот крит-шанс... Крит-шанс и Мумин спит послабее. Вот, то есть, есть дополнительный неплохой крит-шанс. И вместе с инфинькой у него каждый второй удар будет критом. В этом плане неплохо. Так, здесь Виктору отдали вражеский красный. Ой, то есть, фу, не совершил ни одной ошибки я в двух словах, назвав свой синий вражеским красным. Ну, хотя бы все это в рамках бафа у меня осталось уже хорошо. Так, ну и ребят сейчас сломают здесь крипов и пойдут пушить бот. То есть, они хотят там... Прямо по всем правилам военной стратегии. Видимо, они читали Искусство войны, знаменитую книгу. Там слабляет оппонента по всем фронтам. То есть, я... Так, в Малфито, к сожалению, ничего пока нету особо сильного. Я расстроен. Ломай, продолжай здесь все ломаться. Дивер хочет собрать шурельку. Шурелька есть у быка. Здесь в Тарика нету ничего. Только улучшенный ботинок и философер. Да, ну они, видимо, третью сторону хотят ломать. Уж так, как-то... Кто с этой стороны от ингибитора прошел, кто стой. На самом деле, можно было в такой момент их подловить. Но здесь они слишком сильные. И на самом деле, как бы ты их не под... Опа, МФка куда-то райт-кликом бежит. Удир подкидывает... Ой, точнее, Малфит подкидывает вертолет и пытается убить вертолет. Смотрите, у него почти получается. И здесь вертолет вынужден отфлешиться. За ним бежит КС-1. Пока там все под таверкой. Ну, мало ХП. Опа, все-таки добиваю. Здесь вертолетик. Правда, Малфит умер. Но сейчас КС-1 всех обманет. Я верю. Нет, к сожалению, зря я в него верил. Он никого не обманул. Но на самом деле... А здесь Тарик такой. Здравствуйте. Я дефаю базу. Ну и ломается здесь таверка. И все постепенно рушится. Вместе с этой башней последние надежды, если они и были у нижней команды на успех, уходят. Конечно же. Хотя, смотрите. Опять-таки, мужика включил. Такой у меня 800 П есть. Ломается. Башни, МФК. Не, ну мне понравился райт-клик МФК на корке. Так через всех просто. То есть здесь враги, здесь враги, здесь удира. А она райт-кликнула на корке. И такая, опа, я бегу, я сейчас его убью. Как будто, знаете, с зенитным комплексом, с ракетно-зенитным комплексом. Игла, например, какой-нибудь. На плечо. На плечо закинула. И такая, сейчас я как... Подстрелю вертолет. Но в любом случае, 3 кила здесь сделали. И смотрите, вот. 2 асиста и 1 килл у моего любимца Малфита. Так что все идет нормально. Все идет нормально. Так, 110 крипов, кстати, у Малфита. Ну, здесь уже о крипов говорить неуместно, конечно. Здесь уже просто вопрос времени, когда уже наконец-таки доломают базу. А то они ленятся это сделать. Врыв какой-то в Малфита. Но корки подойдет и будет издалека расстреливать. А в случае опасности просто отлетит. У Малфита, конечно, через 20 секунд будет ульт. Малфит наполучал чуть так. Ну, корки тоже что-то решил тонкануть. Шурели использованы от БК. Подкидывается Олаф. Но он ультанул. Ничего не успели сделать. Мина Старик сразу же. Малфит тоже долго не живет. И ломается еще и башня. По очереди. Олаф попытался что-то сделать. Но тут же наполучал. Слишком много домога здесь у Дира. Косадин тоже хотел преследовать Крокодила. Но в итоге опять-таки вместе с другими отправился посидеть в таверне. И попить апельсиновый сок. И это победа верхней команды. Счет 1-0. Даже решил один парень ливануть в стиле Даймонда. Да, Виктор решил потанцевать. Несмотря на то, что он у нас серьезный человек. Даже серьезные люди. Такие серьезные люди танцуют. Такая вот получилась игра. Я думаю, аналитика здесь будет излишняя. На самом деле. 666 зрителей. Вот это счастливое число. Да, реально. Спасибо. Я насчет возможности спектатора перематывать на 15 секунд назад. Недавно видел, как человек перемотал. У него все зависло. Все сломалось и так далее. Поэтому я не пользуюсь этой особенностью. Вот. А так, в принципе. Не знаю. Можно когда-нибудь перематывать. Но лучше на самом деле не потерять нить игры. Не, ну ребята в любом случае молодцы. Что-то пытались сделать. Не, особенно я горжусь этим парнем 1-7-2. Все ливанули из лобби. Так. Ну сейчас я буду искать следующую игру. А, ну что у нас смотрите. У нас есть Warhunter. А Warhunter уже в игре. Вот нехороший Warhunter. А, кстати, можно его через друзей посмотреть. А, Creating Custom Game. Во. Давайте посмотрим, как будет играть команда Warhunter. 3D Max. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.